Винтовка Мосина образца 1895 года была на вооружении Советской армии в период с 1895 по 1945 год. Татьяна Елисеева может говорить о своем любимом экспонате винтовки Мосина часами. Хрупкая девушка управляется с ней умело и неудивительно. Свою жизнь она решила посвятить оперативно-розыскной деятельности в Федеральной службе исполнения наказаний. А пока уже 4 года знакомит посетителей с историей ведомства. Начиная с первого курса, Татьяна стала экскурсоводом Музея Академии ФСИН. Чего здесь только нет. Одна только дверь из тюрьмы Владимирский Централ сразу привлекает внимание посетителей. На ней расположен глазок, чтобы наблюдать за заключенными, кормушка и множество замков. Некоторые экспонаты раньше можно было увидеть только в кино. Вот здесь представлена реконструкция маски, с помощью которой осуществлялась квалифицированная смертная казнь для фальшивомонетчиков. То есть человеку надевали на лицо эту маску и вставляли в рот раструб, и через него заливали все тот металл, который он использовал для фальшивых монет. И естественно наступала мучительная смерть, дабы другим не повадно было. А вот такими батогами в 16-17 веках выбивали долги из должников. Каждый день прилюдно били по пяткам, пока долг не будет погашен. Вот так выглядит позорный столб, который использовали в 18-м начале 19-го века. Вся эта конструкция вот таким образом открывается, здесь отверстие для головы и рук. Сюда попасть мог человек за неправильный образ жизни, например, распутство или пьянство. Можно здесь увидеть и каторжника, конечно, ненастоящего. Его быт и отличительные черты. Например, сзади на одежде всегда вшивалась желтая нашивка, которую называют бубновым тузом. Еще один уникальный экспонат – входная дверь камеры тюрьмы «Черный дельфин». Привезена из Оренбургской области. Система здесь стажи, глазок для наблюдения, кормушка и система замков. Каждый экспонат в музее Академии ВСИН уникален. Ведь то, что сейчас кануло в лету, когда-то было реальностью. Мария Руда и Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».